К первому сентября готовятся не только школьники, но и педагоги. Их день знаний обычно начинается за несколько дней ранее, на августовской конференции. Для работников сферы образования именно она знаменует начало нового учебного года. Специалисты школ, детских садов и учреждений дополнительного образования ежегодно приезжают в районный центр, чтобы зарядиться рабочим настроением перед торжественными сентябрьскими линейками. Во-первых, это радость, что снова начинается учебный год, снова мы встречаемся с детьми, мы получаем позитив, встречи, новое что-то. И просто заряд на целый год. Программа августовской конференции рассчитана на целый день. Она включает в себя выставки творческих работ и методических материалов, пленарное заседание и работу в секциях. Каждый уголок танцевального зала Дома культуры говорит в этот день о креативности педагогов и их воспитанников. Творческие работы, выполненные в различных техниках, радуют глаз приехавших гостей и самих участников конференции. Выставка дает возможность продемонстрировать, что умеют сотрудники учащиеся образовательных учреждений, а также обменяться опытом. Учителя технологии Межозерной школы Юлия Нюлякова и Елена Кузнецова показали, как можно подарить вторую жизнь старой мебели. Они привезли на выставку отреставрированные комод, стол и посудницу. Самое сложное – это было найти эти вещи, потому что в нашем поселке уже они ушли из обихода. Год по гаражам, по дачам собрали, ну а там уже дело наживное. Просто много времени занимает то, что нужно все это очистить, отскоблить от старости, вот это все. А уж потом декорирование и покраска – это уже попроще. В работе выставки задействованы и учащиеся. Ученик 2-й Верхнеуральской школы Александр Мурзин сегодня рассказывает гостям о чудесах лего-конструирования и робототехники. Вот такие необычные развивающие игрушки Саша и его товарищи создают на дополнительных занятиях. Что можно сказать, допустим, такого же робота, который может ездить, стрелять даже бывает. Но, к сожалению, некоторые запчасти, бывает, ломаются или что-то с ним происходит и формируется. Из-за этого нам приходится их как-то искать другие запчасти. Что-то по-другому маленько использовать, другое что-то сделать. Нам учителя помогают. Ну, бывает так же и маленько родители, но это редко. Пленарное заседание торжественно открыли учащиеся школы номер один города Верхнеуральска. Они исполнили стихотворение о школе, учителях и начале нового учебного года. Затем слово передали гостям конференции. В этом году ее посетили депутат законодательного собрания региона Сергей Евстигнеев, представитель Министерства образования Челябинской области Михаил Елагин, глава Верхнеуральского района Сергей Айбулатов, председатель собрания депутатов Иван Машкин и заместитель главы по социальным вопросам Сергей Машкин. Это событие одно из самых важных. Для чего в принципе человечество существует? Чтобы качественно и лучше жить. Как вы будете учить наших детей, какой будет у нас завтра. Дорогие коллеги, вот я сейчас сидел и случайно вспомнил, что в этом августе, в этом августе вспомнил 25 лет, как я работаю в областной системе образования. И Верхнеуральский район, он всегда был у нас на виду. Поздравляю вас всех с наступающим новым учебным годом. Желаю самого лучшего. Выражаю огромную признательность за ваш труд. Всем здоровья, успехов, новых достижений и медагогических побед. С поздравлениями к педагогам также обратились главы городских и сельских поселений, главный врач Центральной районной больницы. Затем начались выступления участников конференции. О пространстве образовательных возможностей в районе рассказала исполняющая обязанности начальника управления образования Наталья Урцева. О технологиях управления образовательной организацией и директор 2-й городской школы Людмила Валеева. Об организационно-педагогических условиях управления качеством образовательного процесса в дошкольном учреждении заведующая Верхнеуральским детским садом «Березка» Марина Трясцина. Директор агротехнологического техникума Анатолий Докшин проинформировала взаимодействие учебного заведения с предприятиями для подготовки грамотных специалистов. Организация сетевого взаимодействия техникума с предприятиями реального сектора экономики позволяет суммировать информационные, технологические, инновационные и научные ресурсы для достижения принципиально нового качества профессиональной подготовки квалифицированных работников. После докладов настал момент церемонии награждения. Педагогам вручили грамоту губернатора и законодательного собрания, главы района и собрания депутатов. Не забыли в этот день и про молодых специалистов. Удачи в профессии им пожелала Фаина Павлова, почетный работник сферы образования Российской Федерации. Ищите всегда новые пути. Новые пути, методы, формы и подходы к делу воспитания нашего подрастающего поколения. Августовская конференция продолжилась в первой городской школе. После пленарного заседания и церемонии награждения там началась работа секции методических объединений.